всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я дело васадзе и сегодня у нас традиционная геополитика вокруг каспия с хорошо знакомым и любимым нами ризвана гусейна мы приветствовали звоночек рада тебя видеть здравствуй мой дорогой приветствую тебя дело и наших уважаемых зрителей слушай ну начну с новости дня утра дня и так далее это о том что фура российского красного креста прошла через все припоны и въехала по агдамской дороге у тебя был очень забавный на самом деле пост я подозреваю что кто-то мог его пропустить и призываю подписываться и на телеграм-канал инсайда историка резвана гусейнова и на фейсбук страницу ему кто фейсбушник телеграмщик там разные люди бывают но все равно даже те кто подписан они могли его пропустить поэтому вот забавно была хорошая была правильная была реакция и поэтому я хотел бы тебя послушать по этому поводу о чем это вообще что ну не секрет что вся вот эта добрая движуха началась после встречи эрдоган путин сочи да опять таки я думаю сбрасывать со счетов это не надо и по всей видимости не столько как пытались нам говорить речь шла зерновой сделки да сколько более насущных вещах региональные проблемы вопросы ближнего кавказа магриба вопросы ближнего востока южного кавказа магриба что видать более важно и создается такое впечатление что затем мы знаем был звонок и после встречи в сочи я имею ввиду по нашей теме был звонок эрдогана с президентом азербайджана и на умели его разговор и затем был звонок пашиняна который наконец-таки дозвонился нужному человеку да но несколько раз он звонил по разным адресатом видать телефонная книжка у него и в итоге он позвонил тому кто может помочь чем-то и вот синхронно пошел значит все и спад напряженности и риторика официального еревана смягчилась что они и территориальную целостность признают и ищут диалога с официальным боком готовы продолжение диалога плюс и российские миротворцы миротворцы и российская гуманитарная миссия где одной рукой себя держит другой ногой не пускают да ну уже понимаем что что с внешней стороны это российский груз гуманитарные красного креста что внутри стоят российские миротворцы и такого не может быть чтобы они сами себя не пускали да просто видать были какие-то вопросы пока шло обсуждение их и какие-то уточнения с официальным боку возможно и с ереваном тоже может быть и с анкарой эти этот груз российский гуманитарный два дня стоял барде ждал да а как было принято решение я извиняюсь пинками разогнали тех кто стоял на дороге аскерам да никто не спрашивал кто они и зачем здесь стоят и российский груз проехал при содействии как отмечается красного полумесяца азербайджан общество красного полумесяца азербайджан совместно но сейчас вот буквально до нашего эфира я не знаю насколько это правильно роман багдасарян отметил что внутри этих грузовиков гуманитарный груз состоит из зимних пледов и накидок да не из еды и провианта что тоже знаково ну опять-таки это ссылаясь на рома багдасаряна я как-то вот и мою гриф но он так утверждает ссылаясь на свои источники в ханки они что внутри внутри российского грузовика то есть там не провизия на теплая одежда пледы и так далее наверно впереди зима кроме голода есть на более насущные проблемы а может и голода нету поэтому вот так то есть лед двинулся и сразу же официальный баку отметил на уровне министерств иностранных дел азербайджана что это ни в коем случае не связано и не синхронизировано с открытием лачинской дороги для всех грузов то есть лачинская дорога открыта для мкк красного креста но все ждут когда красный крест пойдет через агдам тоже не российское общество красного креста а сам головной офис и после этого опять-таки это опять-таки если верить официальную баку не значит что сразу же откроется дорога лачин и для кого и как она откроется тоже пока не обговорено но то что за начнет работать дорога агдам о чем мы неоднократно говорили я думаю это определенный этап который уже пройден и не зря уходили в отставку араики арутюняны не зря приходили товарищи дашнаки курируемые офицерами фсб на напрямую одно дело посредо на другой дело напрямую ну и прекрасно я надеюсь что если так пойдет то вот эта тема так называемого гуманитарного кризиса очень надеюсь сойдет на нет и это в том числе позитивно скажется на перспективах реинтеграции потому что насколько я знаю есть слабые сигналы что вот с карабахской стороны есть согласие на встречу в каком-нибудь из азербайджанских городов слушай да это очень важный момент чтобы начались как-то был по моему даже до войны термин такой субстантивный переговор на чтобы начались хорошие слова субстантивные то есть переговоры по делу потому что на земле они по общим фразам и формулировкам чтобы начались субстантивные переговоры между армянами карабаха и центральными властями баку как жить дальше по делать дальше но тут у нас два формата у нас формат у нас формат внешний а внешний формат это формат отношений между армении азербайджаном вот это сказал фразу по поводу того что что-то готовы стороны возобновить переговоры или там я имею ввиду армении азербайджан было три трека на самом деле два московский и брюсселя-вашингтонска брюссель-вашингтон я считаю это один трек по сути хотя может быть и как ты думаешь вот здесь сейчас заявляется о готовности какой может быть трек какой-нибудь из этих или может быть другой со абсолютно новой может ошибаюсь я но скорее всего брюсселя-вашингтонский как-то его хорошо назвал потому что сейчас начинается этап активизации европейской политики намечены большие мероприятия в рамках которых в европе планируется встреча азербайджанского и армянского лидеров ну прежде естественной главы мид тоже то здесь уже опять-таки создается впечатление что пока что главную скрипку будет играть европейская площадка но это не значит что россия тоже не будет активничать в меру того как она конечно будет но все-таки я думаю что да на данном этапе желательно есть удастся нивелировать негативное влияние франции то европейская площадка даст свои результаты у нас не получится так пони обычно про себя говорю и про то что я делаю делаю выкладываю пони бегает по кругу значит у нас не получится пони бегает по кругу то есть какие-то какой-то прогресс достигнут потом москва срыв кризис эскалация опять прогресс опять москва опять то есть что делать но дело согласись даже если пони бегает по кругу в конце каждого круга помни что-то теряет или ему становится плохо и то есть любая эскалация приходит приводит к тому что азербайджан продавливает к сожалению силовым методом то что предлагал нормально видать внутриполитическое поле армении не позволяет к сожалению нормально вести этот диалог и пашиняну сложно объяснить своему народу некоторые вещи поэтому лучше сваливать все на злых азербайджанцев которые опять продавили своем внутриполитическое поле в армении сейчас очень актуально тем более что впереди выборы вроде бы как выборы в совет старейшими называется у нас называется сакребуло то есть местные органы власти еревана но с другой стороны мы понимаем что во-первых ереван это очень важный город а во-вторых это рейтинговое голосование доверие к власти это есть это очевидно после 17 как ты думаешь будет легче скорее всего да учитывая важность и то что основная часть населения армении все-таки ереван и столица ее стратегическое значение ну и опять-таки то что там все решается только не секрет что кстати пашинян сам виноват что тема политизировалась тема карабахская которая не был не должна была быть брошена в эти выборы ахсакалов или как старейшим у нас ахсакал муниципальный там все это приняло какой-то совсем иной оборот и естественно как минимум до 17 числа наверное азербайджан тоже не будет жестко что-то требует плюс надо напомнить что начались и американо-армянские учения да тоже фактор пусть это и не выборы но тоже фактор до 20 числа так что мы можем даже чуть-чуть сдвинуть до 20 чисел сентября а после наверно полегчает все ожидаются наверное визиты и тех кто хочет нас мирить я имею ввид европейская площадка первую и наверно какие-то двусторонние контакты тоже армян азербайджанский то есть получаются такие каникулы такие вот каникулы бархатные все-таки не надо портить бархатные лето да но мало того что было вот это как его зовут мало того что был напряженный август может быть сейчас продохнуть хотя конечно же хотелось бы чтобы как можно быстрее решались вопросы они затягивались но мы прекрасно понимаем что так быстро ничего не бывает и вот в это в этой связи знаешь что конечно же я хочу с тобой обсудить линию поведения политику армении вот за эту неделю фактически был сделан целый ряд шагов ну давай так армяно-американское учение это было запланировано заранее так не бывает что вот давайте сейчас учение это было запланировано заранее хотя тоже совпало это по времени то что это совпало со времени с чистым совпадением нельзя стороны конечно же но в то же самое время ну действительно реально на уровне риторики как минимум и даже конкретных действий например визит первой леди армении в киев в москве бросается вызов и серьезный вызов в связи с чем знаешь мы привыкли уже что армения в хорошем смысле нынешней власти они как лак лакмусовая бумажка в хорошем смысле проверять уровень присутствия россии в нашем регионе не первый раз уже через пашиняна становится понятно что уточняются некоторые моменты я помню эпизод когда на одной из встреч лидеров о дкб и лидеров евразес пашинян демонстративно сфотографировал документ основной документы это вызвало скандал фсо к нему тогда подошли но сказал ничего такого не будет но сразу же сфотографировал документ и это стало еще одну отправную точку это было прошлом году если не ошибаюсь в начале поскольку в документе все подписи были чернильные а подпись президента россии она была скажем так вместе с документом того же цвета то есть от принтована была вместе с подписью документ пришел уже такой и это вызвало скандал и много вопросов а где же лидер и что это такое да и и сейчас как бы мы видим что через пашиняна проверяет насколько какой еще инструментарий у россии есть чтобы защищать свои интересы в нашем регионе армения ускоряется вот те процессы да которые реинтеграционные для россии в нашем регионе и что самое интересное в создающейся ситуации если конечно россия теряет часть своего присутствия мы видим что это происходит и поведение армении это еще раз подтверждает год назад мы понимаем что власть армии и думать не посмели бы так себя вести на то получается что всем выгода чтобы эту пустоту которая образуется да она образуется нашем регионе эту пустоту кто-то должен заполнить в этом есть вопросе если некоторая синергия давай признаем между россией и турцией и даже ираном это те страны которые граничат с нашим регионом на земле и у них общий интерес не допустить внешне дальних скажем так западных игроков чтобы они усилили свое присутствие нашего региона но теперь рассмотрим из этих трех у кого больше шансов да поскольку россия уходящая значит остается турция и иран фигура ирана не удовлетворяет никого никто не из западных партнеров не позволит ирану укрепиться в нашем регионе остается турция да а и б сидели на трубе и вот и так далее турция страна нато турция и лидер турции он имеет диалог со всеми и западом и с путином и с американским руководством да казалось бы вот создается такая ситуация где вот эту пустоту должна заполнить турция натовская то есть если армения хочет интеграции в нато единственная дорога туда через турцию других дорог просто нет и как себя в этой ситуации поведет первую очередь франция какой у нее инструментарий есть кроме создания хаоса на территории армении превращение армении в сирийский какой-то вариант другого у них и рычага нету и значит что происходит иран не заинтересован чтобы франция раскрыла дорогу для западных партнеров да на территории армении уси вообще это американо армянские учения больше возмущаясь скажем честно тегеран чем москву значит опять иран по умолчанию более заинтересован в том что турция здесь укреплялась это как-то более предсказуемо чем сюда начнут я имею ввиду сюда в наш регион в армению проникать все больше силы роль который стабилизирует регион вот поэтому в этом контексте я большие надежды возлагаю на турцию на земле и у меня создается впечатление что последние визиты хагана фитана фидан хакана да все его вот и челночный визит и в тегеран и в москву и в киев и все переговоры они как бы в том числе и по нашему региону наверное создали консенсус ну и встречи эрдуан путин что эту пустоту желательно чтобы заполнена турция ты понимаешь чем дело я прекрасно понимаю что монопольно турции конечно же дадут заполнить эту пустоту но вот вопрос в чем вопрос в том что толкаться франция иран на самом-то деле смотри франция иран они конкуренты в армении или они очень интересно потому что мы же знаем теплые отношения французской иранские с самого начала иранской революции и роль франции в том что к власти пришли в иране нынешний режим и то как они поддерживали экономически военно-технически и так далее но есть некоторые моменты где естественно это нормально у ирана свой взгляд у франции свой взгляд да и последнее заявление генштаба руководство генштаба ирана в баку кстати они побывали в баку и месяц что именно армения дестабилизирует ситуацию ну понятно чем дестабилизирует тем что она по мнению ирана все больше и больше дает возможность западным партнерам а кто западный партнер в первую очередь на земле франция французские инструкторы политики и вот это под видом и европейских структур естественно то есть это беспокоит иран постольку поскольку франция не сможет на земле ничего сделать она просто засдаст проблему она откроет ящик пандоры ларес пандоры до франции и тогда иран потеряет все рычаги потому что если ларес пандора откроется и это развяжет руки турции азербайджану то уж точно иранским интересом от этого лучше не станет а воевать ирану с турецко-азербайджанским альянсом тандемом вовсе не нужно то есть то что создает франция в нашем регионе всем региональным игрокам не нужно это просто мелкая обида и месть франции за свои потери в южной африке и средиземноморье насколько я понимаю я внимательно читал и иранские телеграм-каналы и иранскую прессу насколько я понимаю у ирана в принципе одна единственная проблема ребята мы не допустим только одной вещи чтобы у нас не было общей границы с арменией все остальные вещи в принципе ну допустимы да так далее но вот это через это ну скажем так заполнить вакуум в армении ирану сможет но в принципе официально нигде азербайджан не претендует на земли я тебе не говорю про позицию азербайджана в данном случае понятно что азербайджан и не претендует вопрос другом вопрос том насколько для армении окажется иран приемлемым партнером просто как страна которая на земле может гарантировать ее безопасность не в никоим образом и именно армяно-американские учения в том числе хотя они заранее планируются правильно ты говоришь это подгоняется под определенные события ну и равно армянские учения могут быть в этой ситуации такого масштаба нет и россия не позволит опять-таки тут консенсус не россия не запад коллективный или не коллективный не турция не азербайджан тоже региональный групп ни в коем случае не позволит что что чтобы иран напрямую сухопутно допустим имел контингент в зангизури максимум для этого не нужно иметь контингент зангизури достаточно имел контингент с другой стороны аракса вопрос о политическом влиянии ирана в армении вопрос о том на что политический вакуум россии россию мы убираем потому что ну так или иначе россия уходящая фигура по крайней мере военно-политически уходящая я говорю экономически там может что-то и останется остается запад и остается запад опять-таки сша отдельно франция отдельно и ирана отдельно а больше реальных игроков ну и индии уже мы не будем рассмотреть ну давай скажем так дело по ту сторону а раза стояли уже и в прошлом году и в это сейчас и сейчас ничего это не влияет поэтому основным элементом является присутствие на территории страны с которой ты хочешь углубить отношения с армении всегда так мы не говорим о других странах армия дружит с теми чье военное присутствие есть на их территории и всегда по истории так было сейчас вот это вопрос военного присутствия является королевое но не в этом вопросе не в экономическом вопросе никто ирану не уступит не россия свои активы которые владеют подавляющим большинством активов на территории армении до логистика экономика и так далее кому уступит россии эти активы кому вот как ведь это же юридический казус не армян не армянской же стране обратно продадут и не американцам допустим гипотетически да или кто будет вкладываться в то чтобы создать новую инфраструктуру ту которую купила россия и не захочет делиться да допустим железная дорога допустим газовые до хаба снабжения и так далее поэтому тут ирану я не вижу места тут опять-таки только турецко-российский диалог может быть взамен того что турция где-то тоже что-то идет навстречу россии можно ближнем востоке может в ливии я не знаю да это уже как притирка пойдет то есть на эту тему между москвой и тегераном диалога нет уж точно а вот между анкарой и москвой диалог есть то есть ты считаешь что у ирана заполнить политический вакуум вместо русских шансов особых нет нет этого никто не позволит потому что ирана во первых иран армянская граница слишком большая слишком да это поглощение это санкционная страна иран и как большая граница согласить турецко-армянская граница она немного отодвинута она в вашем направлении да я имею ввиду грузии а тут рядом под боком азербайджан нахчеван да и это полная монополия будет ирана а посередине загизу который граничит с ираном понимаешь чем я веду плюс еще стык границ турция иран армения это самый важный архиважный стык село араздая то есть если все это уступать и я имею ввиду чтобы иран был представлен в армении так широко это это никому не нужно более удобно все таки как считают я так понимаю турция ее граница с армении ее отношения с азербайджаном они создают баланс некий да все таки очень тонкая тема неоднократно и сейчас мы видели что турция всегда советуется консультируется с азербайджаном прежде чем предпринять какие-то шаги относительно армении да а если иран пустить а как его контролирует кто будет его россия что ли россия уже не контролирует свои активы не контролирует поэтому западу запада нет то есть нежеланно никому не и армения сама свой имидж погубит есть она пойдет на широкое военно-техническое или какое-то иное стратегическое союзническое сотрудничество с ираном так похоронит пошлиня на весь свой имидж да так я думаю так и пойдет и американские товарищи будут недовольны нет но американские товарищи могут быть недовольны но мы уже увидели что пошли очень легко сказал российским товарищам что ребята вы недовольны но мы это вами тоже недовольны а американские товарищи а американские товарищи вообще там есть на земле их же там нет зачем самое большое посольство одно из самых больших посольство сша в иране называется в армении ереване посольство сша в иране ну да на ближнем востоке посольство сша я про другое говорю в иране же у них нет посольства поэтому она работает и по иранской тематике и поэтому я не в этом контексте не опять-таки усиление ирана для америки нет ну россии ереван может сейчас что-то сказать но америки уж точно не америка не находится в той ситуации в какой ныне находится россия поэтому что-то пойти против линии вашингтона пашинян я не думаю оппозиция вашингтона по ирану я думаю 70 военного присутствия как такового ты предполагаешь вообще что возможно поляное присутствие например француз ну вот так называемая гуманитарная европейская миссия она фактически есть него нет отставников ну а что дальше что французский легион придет вот сейчас американские учения тоже какой-то фактор пока что временного на присутствии и мы не знаем сколько из них вернется в свои казармы а сколько останется в солнечном из восьмидесяти пяти человек сколько вернется в казармы но это сам факт сам факт он интересный потому что интересно то что помнишь вообще учение этого орла вообще откуда есть было нато проводила в рамках партнерства во имя мира два учения в год это неупротимый дух и это вот орел какой-то значит неупротимый дух и кстати и в тех и других учениях периодически участвовали и армянские и азербайджанские причем даже иногда вместе военная это все в рамках была программа партнерства во имя мира так и продолжается в этом году орел перенесен в армению и там про миротворческие операции под гидой международных организаций надо на участие про это что-то ну в общем и в целом не случается случайности не случается скорее всего не случайно понятно это было сделано не случайно это было сделано на мой взгляд для того чтобы придать елевану больше уверенности по поводу того что ребята отходите от россии есть такой сигнал запада ребята отходите от россии ну вся риторика пашиняна визит она копян в киев да все это наверное об этом и говорит я уже не раз отвечал у россии сейчас нету варианта жестко ответить армии ну просто нет это именно то что хочет запад все в россии жестко наказала армии и армия морально к этому готова но это приведет к катастрофе для российских интересов в регионе поэтому вот такая пустота вакуум и сколько этот вакуум будет продолжаться я думаю опять таки зависит от украинских фронтов стандартный да уж на песков кстати песков кстати заявил о том что несмотря ни на что армия и россия продолжают оставаться союзниками да хорошими на плохой игре такая работа у пескова сложным сложно молоко надо выдавать понятно вот смотри звонок эрдогана и знаешь что к чему я пришел какому выводу а ведь кто может реально на земле дать гарантии безопасности что мы ребята вас никто не тронет успокойтесь не нервничайте даже скажем так это звонок пашиняна чтобы точнее быть не этого на звонил пашиняна этого на чем так мило особо акцент не делает официальный ереван я же поэтому сказал наконец-то он по нужному номеру набрал так вот если это так и если турция дала ну как хотя минимум неформальные гарантии армении и в свою очередь соответственно это не могло быть без участия запада это может быть гроссмейская комбинация просто очень прекрасно для турции просто уникальная сейчас ситуация не только в нашем регионе это в целом если посмотреть на карту евразии да и приплюсовать даже средиземноморья африку турция сейчас я не знаю уникальный у нее шанс она везде нужна везде посредник везде переговорщик и выгодополучатель от разитных и экономических проектов да и у сша у нынешних демократов поскольку в определенных регионах у них имидж мягко говоря не очень хороший в отличие от республиканцев то вот эту опять-таки некоторые вещи делегируются анкаре не хотя или хотят не хотят но в вашингтоне это понимает а касательно нашего региона ну я не знаю семи пяди во лбу не надо иметь чтобы понять для нато для запада единственная страна через кого они могут операционно работать да нашем регионе это турция не азербайджан же не грузия же она сама может работать тем более она в автономном режиме может нести ответственность за свои слова да если эрдуган сказал эрдуган сделал а значит создается хрупкая возможность контролировать армению и как это ни странно это выгодные россии то есть турция нужна всем сейчас она устраивает и запад она и устраивает уходящую россию она устраивает и иран который хотел бы ну как мы отметили не получить давай разбираться россия это очень невыгодно потому что в этом случае последний форпост который у них был на южном кавказе если мы будем считать такие мощные державы как абхазию и так называемую южную осетию он уплывает тело мы же говорим из двух зол они выгодны и невыгодны это третий разговор а что россии выгодно чтобы иран заполнил эту пустоту или франция чтобы превратила в регион мясорубку франция мы же говорили о том что ираны французские парашютисты понимаешь дело в том я к чему веду создал хотят не хотят кроме турции вариантов нет ну нету вариантов хочет москва не хочет тегеран не нравится вашингтону не очень комфортно еревану это отдельная тема других вариантов нет такое стечение обстоятельств что только турция может зайти и сказать ребят садитесь я вам налью я вас помирю у всех этих остальных сторон друг с другом какие-то до проблемы а вот турция единственная сторона у которой нету проблем ни с кем кроме как с армии но армии не субъект она объект с большими со всеми поэтому сейчас и россия и запад придают субъектность турецкому такому маршу внутри армении да и как бы дают при ободряют пашиняна что вот смотри вот единственный вариант у тебя общайся с человеком который может тебе помочь по всем вопросам военно-технического до экономического логистического любой вопрос турция способна решить запад точно это же было мое предположение запад точно придает опять-таки если запад это не сделает в эту пустоту начнет рваться иран и ваш вот тут связка такая россия не может запад не хочет чтобы это был иран так а кто тогда он кто ирак что ли нет кто там израиль тоже я сейчас выдам маленькую тайну но это тайна какая я же не буду говорить кто мне это сказал по информации может быть еще один трек значит рассказал может быть в одной из арабских стран могут встретиться лидеры а я слышал это да но опять-таки мы подвозя вот этот момент итог такой что тут и востребована во всех любых раскладах любой пассианс везде вот этот турецкий туз козырь он должен присутствует ну в общем в общем да кстати контакты с военными ирана и сначала приезжала просто делегация военных потом даже сам начальник генштаба намылился в баку это про вот этот кризис или это вообще про разгляд по отношению между баку и тегераном вот гелопомощь мы с тобой обсуждали что есть в иране корпус стражей исламской революции да и с моей литы эти что есть министерство обороны генштаб который в основном сифивиды не очень много азербайджанцев то есть это та школа который не очень доверяли поскольку слишком там этнический состав богат азербайджанцами для такая школа традиции со времен каджаров сифивидов но вот сейчас эта школа востребована она же более комплиментарна в отношении с баку чем корпус стражи исламской революции да поэтому и весом я тут как-то вот хочу это сравнить с тем что недавно в россии было да но не так резко конечно отношения между чвк вагнер и министерством обороны россии да ну как ни крути понятно что у чвк свои специфические грязные функции работы а иранский чвк это корпус стражи исламской революции а сейчас видать будет активизация минобороны ирана и я думаю что это серьезный сигнал для того чтобы отношения между тегераном и баку я не скажу чтобы стали прекрасными но тот негатив который был я вижу что он уже позади ну это радует потому что чем больше чем больше стабильности в регионе тем лучше и иран конечно же дестабилизирующий партнер регионе допросят меня добавили одну вещь делом один из очень близких который проводил в иране проводит опросы среди местного населения более того и был запрос от самих иранских властей на по поводу того какова будет реакция установ восточный азербайджан и западный азербайджан на то если иранская армия а точнее корпус стражи исламской революции начнет какие-то боевые операции против азербайджан и итог был мягко говоря плачевным для официального тегерана что мало того что поддержки не будет да это вообще негативно скажется для внутри политической ситуации да и на долгие годы вперед для иранских властей это будет проблемой если вот такой расклад поэтому иран учитывать и этот фактор опять-таки злополучные для них фактор азербайджанцы именно поэтому но иначе как бакинская республика и азербайджан не называют на если мы сейчас мы я думаю хорошо уже потоптались по нашей песочнице если мы сейчас от них отойдем в харате состоялась g20 хорошо сказал на режет пока но уже привычно уже привычно да нет ты знаешь что я сначала чего-то писать а потом подумал мы же говорим периодически мумбаи хотя бомбей тоже употребляет вы узнает хотя индия это очень привычно и я не представляю как можно поменять так названием ну не суть может быть харат будет на английском или там на этом я например вообще против того чтобы менять название извини это лирическое отступление например я против того чтобы когда в русском языке употребляется и так далее потому что понятно было почему посменили название тут это вы я потому что турки было созвучно с индюшкой индюшка была терпеть это это по это ясно а во всех остальных случаях я не вижу в языках смысла менять название ну хорошо я перебью сейчас дело в индийском языке индюшка знаешь как турки это нет а мы были индюшка это по это это же английский не только в английском то есть мы индюшка из-за того что она из индии да правильно а индусы сами тоже так называют ладно англичане так называют турки или американцы но индусы тоже так называют нет у них у них конечно свой английский но не буду не будем забывать что в индии сейчас подожди по моему она не первая страна в мире по населению по моему миллиард восемьсот да но уже обгоняют да опять обогнали китай да но если мы говорим про индию про хара там из этого миллиарда восемьсот всего лишь 600 миллионов по моему индусов и то это не монолитно тоже эти 600 миллионов миллионов они диаметра то есть это не значит что все 600 имеют общую идею религию и тогда намного сложнее кстати в нашем языке бахарат бахарат переводится как пряности это интересно то есть пряности были из индии бахарат да то есть привычка у нас потому что оттуда поэтому мы все пряности на азербайджанском называем бахарат если я вообще конечно же достаточно так без должного аппетита относился к языка знания это интересная сфера черт побери на очень интересная ну так в харате прошла g20 на то что там было самое главное ну то что это в индии прошло и то что индия как бы заявила о своих претензиях это для китая я понимаю конечно же то есть вызов брошен перчаточка брошена и индийский лидер я думаю проговорил то те чаяния которым он его окружение десятки лет живут да ну их называют традиционалистами радикалами ну факт то что он очень надеется что индия в перспективе станет тем чем уже стал китай сегодня да как бы это интересные америке ну давай углубимся это интересно америке чтобы индия поджимала где-то там китай да и брала на себя часть нагрузки то есть в этом контексте g20 я думаю вот самый главный месяч не просто бахарат а то что и индия заявила претензии на те территории которые по их мнению входили вот этот мифологический бахарат это и пакистан это и бангладеш это и шри-ланка да при этом явно там коннотация анти британская да шли такие нотки как бы освободиться от колониального иго ну чё колониальное иго понятно да в индии в индии и не секрет что великобритания разделила свое время индию то есть то что откололся пакистан а потом уже от пакистана бангладеш что пакистана тоже жизнь малиной не казалось и остальные страны которые не связаны друг с другом не так то есть если бахарат то границы китайско-бахаратские это уже совсем другая тема да это меняет опять-таки я не за ясно что пакистанцами так легко не разберется индия будьте хоть миллиарды понятно что до сих пор никто менять не будет но объявлен объявлен проект проект но он объявлен индийским националистом если бог бы объявлен был бы гандистом которых видит индусов вообще как единую политическую нацию это а моде это националист который за примат именно химби да ну что добро пожаловать он создает конфликт который будет еще многие годы боком выходить индии и те репрессии против мусульманского меньшинства но в меньшинство а на меньшинство это же 10 миллионов сотни миллионов и 200 миллионов это не шутка и пакистан не дремлет и другие бангладеш и понимаешь наступит час когда моде уйдет рано или поздно всем как говорится смертно да и придется задевать интеграции новый интеграционный проект то и получается он создает проблемы там где вроде бы не так сильно было видно они были они были всегда и в принципе разделение индии на мусульманскую и индийскую часть это же не от хорошей жизни не от того что такие британцы сволочи маунт-бентон ведь до самого последнего момента и маунт-бентон и многие британские политики они хотели сохранить единое вот это пространство потом же был были огромные обмены населением там были если мы говорим мы говорим греки и турки обмены населением что такое греки и турки обмены населением это там вот десятки миллионов людей переселялись и все равно в индии осталось 200 миллионов мусульман то есть и отношения вот я я же бывал в индии и на самом деле про индию мне больше всего рассказывал это наш сам послабый мы с ним вот так встретились сели причем он говорит здесь посидим я говорю слушай я и так из отеля этого не выхожу а вокруг джунглей один объект министерства обороны индии огромное отель это была россии на меня туда пригласили и вокруг джунглей я говорю слушай я говорю давай я говорю где-нибудь в другое место мы просто перешли через дорогу и в пиццарию сели министерство обороны и там вот у меня все разложил по полочкам все рассказал то есть про то какая внутренняя ситуация честно говоря даже тогда мне стало тревожки на самом деле вот есть страны в которых уровень тревожности вот у меня лично он он разный в той же моби поднимает то что я об этом и говорю и так проблемы есть а моде поднял на государственном уровне одно дело это кто-то там провинции бамбуковыми палками друг с другом бьется а другое дело когда политическое руководство правящая партия негласно ее прошлое бэкграунд явно говорит о том что к мусульманам они настроены как говорится непозитивно а это в свою очередь дает перспективе возможность внешним игрокам использовать мусульманское недовольство для каких-то своих целей подобно тому как синьцзян уйгур сейчас используют против китая если ты посмотришь с некоторыми но аналогия есть понимая не говорю что сто процентов но вот проектно закладывается то что потом более скажется для индии разница в чем понимаешь чем дело в индии это гримаса демократии моде прекрасно понимает что для того чтобы победить на выборах у него есть идеология которая поддерживается большинство населения большинство и всегда будет одно большинство понимаешь от китая это выборов нет я не считаю это важным элементом я извиняюсь те сотни миллионов индусов которые даже смутно знают о существовании электричества элементарно бытовых понимаешь дачу говорит о наличии у них голова демократии о демократии как обустройство ему нужно выборы выиграть можно было другими путями выиграть до него то как-то выигрывали можно конечно но понимаешь чем дело на протяжении многих лет если мы говорим об инде на протяжении многих лет и диски национальный конгресс партия которая в общей то была общей диской просто побеждала на выборах потому что побеждала и всегда противостояли националисты и вот это уважение к власти она не давала националистам и глаз потом в какой-то момент статистический индус который который действительно слабо разбирается в тонкостях и не то что геополитики но и политики на уровне своего там штата он вдруг понял что вот это наши а вот те какие-то вещи говорят непонятно и начал голосовать за них вот и все вот тебе и политический проект моде популист моде классический первый да я к чему веду он не первый в истории то заигрывает с этими вещами и пока что всегда результат плачевно бывает особенно если это связано с арийскими идеями ты понимаешь да на что кстати делать упор товарищ у кого у кого у кого какие идеи есть и используются на самом-то деле так вот мы сейчас углубились как-то это интересная тема я думаю что зрителям тоже будет интересно было интересно послушать но все-таки если мы вернемся же 20 странный какой-то формат непонятный но для того чтобы просто поздоровались лидеры разных разных стран мы с тобой помощь брикс обсуждали да и в этом контексте g20 в этом конечно далеко далеко не ушел до брикса там и в g20 диаметрально противоположность страны где опять-таки если мы берем китай он везде как юпитер относительно других планет ну если в этом контексте g20 да и что здесь может произойти эти страны опять-таки в основном торгуют западом в основном они торгуют западом как они могут объединиться против той области географической я имею ввиду запад от которой получает прибыль я не я может я ошибаюсь я не вижу понятно собираться надо обсуждать какие-то внутренние свои проблемы торговли политические заявления но проектности устойчивой чтобы они составили какую-то проблему да вот ведущим странам мира я не знаю я не знаю я китай с индии по моему никогда не договорятся вот если китай с индии будут взаимодействовать тогда может быть какой-то шанс появляется что эти все бриксы g20 будут представлять какую-то да потенциально не угрозу а силу я не говорю об угрозе силу поэтому я думаю столько может ошибаюсь но ближайшие годы я не вижу ни от брикс ни от g20 каких-то вот супер идей которые спасут и переформатируют мир в итоге все разбегутся а сепаратно договорятся западом вот поверьте каждый и так и переговоры идут да и останется как всегда вот название я на запад там тоже присутствовал на g20 же там же это же не было между собой типа брикса но смотри как интересно получается слушай очень интересную мысль она была закинута в нашем разговоре давай-ка и разобьем китай как минимум на уровне стратегическом таком большом мечтает о том чтобы было две сверхдержавы но калька с холодной войны вот советский союз сша китай сша даже флаги похожи у советского союза и у китая а что при этом дело это сша сша делает все чтобы европейский союз не приобрел политическую субъектность такую чтобы ребята мы тут самый большой рынок в мире мы тут решаем мы тут медведи потому что там не медведи там много медвежат маленьких которые между собой иногда держат а значит с точки зрения отношений с китаем сша не выгодно сейчас просто вложиться в индию настолько чтобы индия начала конкурировать с китаем геополитически я думаю по некоторым параметрам индия не потянет как китай это и географически если мы посмотрим где в основном живет население способные производить интеллектуальный труд я имею предустоять за станками быть такими усидчивыми китайцы я не говорю о сфере айти где конечно же индусы молодцы окей то есть заменить китая не смогут они могут создать новый продукт продуктом 21 не заменить а стать противовесом китаю чтобы стать противовесом надо отнять то за счет чего китая монополия то есть то что производит китай чтобы быть противовесом надо у него это отнять но опять-таки и подпитка индии будет идти я это понимаю о чем идет речь подпитка в контексте того чтобы индия всегда была для китая каким-то элементом раздражения раздражающим китай все время оглядывался все-таки по масштабу по количеству населения это уже проблема для китая то есть соседняя индия но я может я ошибаюсь по истории ближайший новейший средневековый нигде я не вижу индийского какого-то проекта который вах и сказать на него сослаться может сейчас будущем будет но опять-таки ближайшая история откатывая на даже на тысячи и отказ откладываться мифический период истории до махабхарату и так далее когда ну если верить этим мифом а реальная история написанная за последние тысячи и более лет не показывает чтобы индусы представляли собой серьезный проект угрозу для соседних государств может она произойдет я ошибаюсь может она произойдет но подождем на луну полетели молодцы ничего на фоне того как русские пролетели мимо это молодцы русские упали на луну упали это разные вещи ты понимаешь чем дело вот ты хорошо вспомнил про новейшую историю в новейшей истории у индии никогда не было конфетно букветочных отношений запада новейшую я даже имею ввиду новую историю тоже новую историю это британская колонизация хотя колонизация была весьма условная там один батальон контролировал штат сотни миллионов населения то есть там уже они действовали в основном через за местное население почему была страшно и опасно восстание сипая потому что ну они и были то есть сила как убежала но тут ведь такая вещь что даже во время холодной войны запад ставил на пакистан а на индию ставил советский союз и моде и сегодня как-то грубо говоря аукс да по идее вот пазл добавь индию и все и на тихоакинский регион в твоих руках но ведь не добавили не добавили на в аукс не добавили а если добавить и правильно говоришь но значит аукс это определенный клуб стран давай вспомним там и страны англосаксонского как любят добавлять мира и технически серьезные страны да я помню допустим и вьетнам сейчас накачивать аукса пока нет там по моему аукс там сша австралия британцы и новая зеландия а вот кстати а вот следующий круг второй круг япония южная корея и кстати про вьетнам и там конечно можно игнорировать а можно нет там по моему 100 с лишним населением а нет нельзя его игнорировать ввесенном танцы это сипаи это афганцы своего региона весьма воинственный народ об который поломал поломали зубы многие в том числе и сша поэтому вот это в этом контексте вьетнамцы нужные товарищи не все же чипы производить кто-то же должны воевать сейчас опустил ты сейчас опустил сильно вьетнамцев до 100 миллионов 195 тысяч население вьетнама нормально что в принципе вьетнам с его я извиняю свое время вьетнам очень жестко навалял китаю не нынешнему китаю а поэтому здесь дело не в количестве в качестве я помню как началась эта война я был ребенком семьдесят седьмой год если не ошибаюсь семьдесят седьмой год я помню как началась эта война и да действительно вьетнамцы наваляли тогда и но кстати об этом вас особо в советской прессе не писали что вьетнамцы наваляли то есть ну как бы началась и закончилась аж как там было что там было это мы уже мы уже потом разбирали ну и потом есть и китайские страны такие как сингапур там правда малайцы тоже есть на малайцев там меньшинство там китайское население в основном ну и такой фактор тайвань 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 для китая это заноза в заднице прошу прощения за столь такое самое не пари не только потому что ну не должно быть двух китаев и так далее тайвань это еще и потому что это пример и это очень серьезный пример по поводу того что вот ребята китай при чистом капитализме в чистом виде может жить вот так но таких примеров много северной кореи южная корея неожиданно по смотрите как процветает тот же народ при другом режиме рядом во что превращает это я же в последнее время начал интересоваться южной кореи в связи с тем что сериалы смотрю это интересно так вот я чему вел то дело аукс я почему вспомнил эти страны аукс не будет воевать с китаем не важно кто входит в аукс а важно кто в них партнерах поэтому южная корея поэтому япония вьетнам это те болевые точки через через которые будут будировать давить на китай да не британия же не новая зеландия будет кто-то же на земле должен реализовывать жесткие не только понимаешь в этом контексте ну индию подключать давай подумаем гипотетически на индию подключили то там география такая что индия в основном с китаем граничит по горам и немножко по морям там есть границы где они даже рукопашно недавно сошлись били дыру ругую морду постоянно идут постоянно у этих двух народов великих народов я имею ввиду китайцев или ханьцев индусов или как бахара хороться но ты не забываешь что это не весь китай я поэтому ханьцев и назвал я по я знаю чтобы я поэтому ханьцев и назвал им хороться у них религиозная концепция не позволяет быть такими воинственными как мы допустим люди восточные я имею ввиду кавказцы или в западном понимании да для них война совсем другое не то что для нас поэтому они палками бамбуковыми более активно действуют чем допустим чтобы это дело дошел для до какого-то не дай бог широкомасштабной войны что у нас в нашей державы если на что пулят друг друга ракетами это будет катастрофа у них не прописано это в духовных кодах воинственность она же не только часть национального самосознания да она часть того духовного и религиозного наследия которые прописываются определенные культурные коды вот у них это с этим немного проблем но мы видели когда китайская военная мысль и инженерия пошла походом на евразию и потом на европу что из этого получилось правда там основные войны были монголо-тюрки но китайские осадные оружия и китайская бюрократия там сыграли ключевую роль абсолютную то есть если бы китайцы были бы слишком воинственные а знаешь что бы произошло бы если бы китайцы были бы слишком воинственные они бы захватили бы очень большие территории их бы не было они бы растворили дело у нас есть у азербайджанцев такая поговорка но я не знаю на русский спасибо аллаху что научил китайцев палочками кушать как тебе но это наверное знаешь какая поговорка наверно поговорка уже нового времени это не ну да ну как в этом выражается великая мудрость создателя кого где или как у нас есть такая поговорка хорошо аллах не да не дал крылья верблюду понимаешь если у верблюда еще крылья были бы вообще байрактар тб2 мало бы не показалось что я думаю что и как бы получилось у нас две беседы они сепаратные как бы но это все взаимосвязано с друг с другом я думаю что зрителям было ну как минимум также интересно как мне было чертовски интересно особенно особенно по теме пряностей бахарата огромное тебе спасибо за очень интересную беседу и большое спасибо нашим друзьям что были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч